Все знаете, что КПЛ благоустрит, работы день, ночь, выгодной никогда, у нас не было, что сегодня можно работать, завтра нельзя. Так что я большая досьба до прогрессивных депутатов, чтобы они нам всегда помогли. Яких, прогрессивных? Прогрессивных депутатов. Дальше, я хотел бы обратиться к средствам массовой информации, в плане того, что, ну, идет зима, идет зима, КПЛ благоустрит, не в состоянии, все, мы, каждый, этот, вы уже заметили, что в первом сне, сне город был вычистлен, градуальчиком или подчищен. Но давайте мы доводим до владельцев магазинов, до владельцев предприятий, те, которые, чтобы они так, чтобы, ну, помогали нам в этом направлении. Потому как у нас в договоре написано, что мы только расчищаем вот этот маленький, маленький вот этот торбач, который возле дороги, это то есть метр от дороги. Так что, давайте всем, как говорят, груду умывать от легшей посмытили. Давайте будем все как-то относиться к тому. Дальше, проблема, проблема, я вам скажу, что четыре кладбища у нас в городе. На сегодняшний день, на сегодняшний день, такая тенденция идет по этому. Чем больше мы убираем мусора на предприятии, на кладбище, тем больше его пронесут. На сегодняшний день мы только по талонам, по талонам, которые вывезли за перевод 500, и так вот, среди этих, кубов мусора. А по талонам мы перед Пасхой, перед Пасхой, перед Пасхой, вывезли где-то в районе тысяч кубов мусора. Вот если суммировать, за полторы тысячи кубов мусора мы ввозим завод с кладбища. Это понимает, не это. Обращаюсь к депутатам. Вот смотрите, сделали мы забор на этом, на центральном кладбище, вот от одной стороны мы сделали забор, огородили это, мусор уменьшился. Давайте на этом, на восьмой сотнику, этот, от Ушакова тоже, потому как мы сделали ограждение, потому как люди вот жрут и сразу, когда их открывают кладбище. И сами же эти люди, как этот, несут, там есть куча мусора. Как только куча набралась, сразу конец распит, шефу на этот, на прием, уберите мусор, уберите мусор. Ну так и люди, это, ну вот это, давайте, давайте выделим средства, еще оградим от Ушакова, ну, кладбище. А так, а так, все все время говорят, вот все, какой благоустрый, все, какой благоустрый. Я в жители, как раз на этой трибуне, и смею вас заявить, что какой благоустрый работает на благо нашего города, нормально, и будет работать так же. Все, спасибо за внимание. Взять за результаты. Анатолий Иванович, сколько у вас? О, такой. Я задавал вам у вас, значит, когда-то был у вас, значит, я задавал вам просто собственную базу. Значит, ну как хозяйственник, как производственник, скажем, если хозяин, и вообще никто не смотрит за судьбой, за своей техникой, и техника, она не стоит романной. Значит, так, и нет базы, базы собственной базы, то эта техника превращается в металлогу. Вопрос. В ваш плане есть, и с кем мы ходим, что разработок, как бы, программа собственной строительства или реконструкции собственной базы? Спасибо за вопрос. Не думал, нет, что задавал вопрос. Ну, хорошо, будем отвечать. Этот, на сегодняшний день у нас есть база. Она есть база. Там кто-то говорит, вот там у базовой, там куча лежит того, там куча других-то городов. Я вам скажу, да, я, ну, когда город звонит, я вывезу с города и спрячусь, и я на базе кучу, там, песка, кучу, там, отходов каких-то, там, этих. Когда город звонит, его лишь надо там сделать, там, подлакать, там, это. Оно всегда у меня на том. То есть база, она, да, есть там, ну, моменты. Второе, второе, база, есть капитальный ремонт этой базы, это нужно в первую очередь сделать ремонт крыши. На сегодняшний день ремонт крыши будет я своими силами сделать абсолютно не в состоянии, и никогда уже не есть силы закрыты, потому что, как у нас, ну, есть проблемы. Есть проблемы. Я скажу так, если есть что-то, стучишь, вероятно, варится. Значит, если, покажи, пожалуйста, сколько раз попрощался до депутатов на протяжении 5, 6 или 10 лет. Я, 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 я только работаю, вы знаете, вы знаете, я не любитель документов, у меня, у меня есть этот, я тот человек, который и у вас всегда просил, и с вами всегда, когда вы были моим руководителем, вы знаете, что я вам здесь это не писал. Я вам здесь не писал, и писал, и писал, и пишу, и с вами есть. Бобкоюсь, значит, просто я не верю, с какого бывает. Значит, я тогда вращаюсь к вам и регулирую. И регулирую. Значит, надо ваше, так сказать, полномочие с таким расчетом. Пролегать, посмотреть, поставить про обратную. Потому что это неправильно, понимаете, мы покупаем технику, мы ее эксплуатируем, но мы ее даже поставили туда-то в полсты, мы ее не можем поставить, потому что крыша не одна, зачем не ставить. Там вылезы, вода, там все, так сказать. Надо сделать сметку, сделать проект, там все это делаем. Вот ремонтировать и все, на что я делаю, а теперь эксплуатируем. Вот это должно быть так. Я так понимаю, понимаете? Тогда у нас техника, все будет сохранять. А так она работает, мы работаем и она и снова. Вот и все, я только так вот это понимаю. Просто надо на перспективу этого вот тут. А депутат технологии, что если они это все понимают, они должны понимать, что это не для кого-то, а теперь для права. Все, я только так понимаю. Я на вас не иду к воздушению работы, потому что отрубиваешь туристам ринку, заплятам, там, и балкучей пустухицу по-хозяйски, то есть и так, а вот это самое главное. Все, мы с тобой в балках. Дякую еще. Вы стоите, вы стоите, я вам чего-то плачу. Вы стоите, я вам чего-то плачу. Вы стоите, я вам что-то? Нормально. Да, спасибо. Спасибо за внимание, способно и тексту. Тут есть такая фраза в Квитниках, там были площадь Жоркнева, для памятников Береста, Шевченко, Олахов и таких нас было. Учтем. 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 Пожалуйста. Учтем. Не знаю, кто на посту, но не уверен на бюджетную комиссию на ремонт базы в августрии. Там невелика сумма – 30 000. У меня вопрос к директора комиссии. Следующее вопрос. Скажите, будь ласка, мы каждого ранку смотрим картину, едем машина и прибираются смяты. Насколько мы знаем, бачим, константуем факты, это смяты появляется из магазинов. Скажите, будь ласка, у вас заключены договоры с этими магазинами на земле смяты? Если да, то какая кинькость? На площади, то есть на улице не из-за личности, с некоторыми магазинами заключены договора, с некоторыми. А в основном это мусор, и этот, это идет, убирается из урн, и со всего этого, и подобсоривает. Это городской. Мусор тот, который не адвесит, за этим у нас следит четко, следит ЖКХ. Там есть химчик, Лариса Георовна, которая следит за вот этими магазинами, вывозит, выносит они. То есть в этом направлении, я вам скажу, что мы не сильно в этом утверждаемся над тем, что мы вывозим четко мусора. Нет, мы четко мусора не вывозим здесь по улице независимости. Все в этом деле. Есть нюансы, есть сто процентов, есть нюансы, потому что есть вот магазин АТБ, АТБ, магазин, который выносит мусор, выносит мусор, непонятное, договора нет. У них договор и с верфом, договор на контейнерную уборку, сами там за двора заезжают к ним. Они выносят к нам. И вот го, мы с ними, этот, они, мы в мусор вывозим в Болтаву. Вот у нас в фирме в Болтаве, ну, мусор вывозит туда. Ну, не это. А, как правило, возле АТБ каждое утро лежит куча мусора. Это есть такое. У нас с ними много говорится. Будьте, пожалуйста, инспекция с благоустрою, до речи, оскільки я зачитываю це питание, я вас прошу, организуйте на протези двух недель, щодень, щодень контроль за станом положения с входом по магазину АТБ ТИСМА. Там были заведения неодетровозов. По-перше, что выносится на боюшую часть, в сутки, в УРП. По-друге, что они баяют святки. Баяют по выходным, в ночи, когда никого нет, когда на какой-то час, на какой-то конкурсов, когда прийшли, нафиксовали, 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 нафиксовали святки, ранцы там же зафиксовали, где они типа, спалили, не палили. Давайте все-таки партики, давайте их приймаем в программу ответственности. Потребно заставить. Ясно, что кто-то, например, в Полтаву, следят для запусков. Або его спали мыть, або забрали на него. У вас, наверное, не было это? У нас... Да. Они заказывают контейнеры, мы регулярно приезжаем, забираем. А тут теперь эти полголицы, я знаю, что Алюшта второго чай, колька, в Стоятурне, все, кто входит, покупают, куда пидают? Ну, это... Это не то, блядь, это... Они выносят... Коштого ранку в мешках, в мешках, в пакетах, выносятся пакеты, выставляются на нижнюю части. И больше того, что собака, если возьмет этот пакет, разольет, вылетает оттуда чек, чеки вылетают такие вот, ну, что это... И летят по всей улице. Да, это есть проблема. Продолжение следует... Из ваших слов, 1500 метров кубежных выходов вы вывозите на полегон без смятя, да? Ну да. Скажите, пожалуйста, каким шляхом проходить сдача на полегон, реализация? У нас... Это... 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 В... Которого мы покупаем талон. Талон приезжает автомобиль на свалку. Отдает талон, его запускает. Не отдает талон, его не запускает. Автомобиль, как он может приехать на половину на... Ну, это... Автомобиль полный, и считается, у нас 4 куба объема, это, ну, договор свалкой у нас так, что, если там будет выше, они принимают как 4 куба, и если, может, чуть-чуть ниже, они тоже. То есть, у нас идет, ну, как бы, не это, потому как за дорогу мусор имеет право, этот, он, на, этот, пока дарим до свалки, он утрясется и будет там чуть-чуть ниже этого. А бывает, ну, за это... А бывает, это... А редкие, редкие, спасибо от них, а редкие, вот, из деревьев, те, которые они нас принимают бесплатно. Да, и мы им, я сразу скажу, чтобы никто ничего не думал, мы им уже шкоды столько наделали с этими ветками, мы за 9-ми ветками весь, весь, все часы, эти ветки, которые мы, как мы, реже, директы в городе, мы увозим, и они нас принимают, это все бесплатно. Спасибо им за это. И сейчас, скажите, будь ласка, в целом, вы можете сказать, загальную сумму, сколько сметя вывозится с территории места в вашем предприятии? За летом? Ну, приблизительно. Ну, мы... Ну, каждый день сколько вывозят? Ну, 500 кубов мы вынесли на сегодняшний, это, только с этого планища. И в городе где-то в районе тысяч кубов мы... Вы вывозили... Пятеро тысячу за летом? Да, где-то полтора тысячи где-то за летом. Я бы... Нет, за сплатовища, это по... Нет, нет, за всего, вы видите, за всего. И это, входит сюда, стильные, стихийные, сбалки, вот это вот, все вот это, ну, в городе, где, которые... Если бы ты правильно задумалась, можно поддать? В программе, которую нам дали на преляд, на майбутнюю сессию, там есть придбание грабильной машины для этих лет. У нас существенная задача, предпринимательская? Ну, вот, на сегодняшний день мы их забили, они не хотят, уже сказали, что больше еборич не везли. Вчера уже мы завезли последние машины, они сказали, нет, дробильную машину... Ну, мы, задание было, чтобы просчитать эту дробильную машину, там, все там, это, и то, экономический эффект от этой дробильной машины. Ну, я, как сказать, что, насколько будет мощность двигателя в этом этапе, насколько будет повышение электроэнергии, вот это вот должно будет это. На сегодняшний день, я бы, я бы, как бы сказать, в том, хорошо, что они принимают у нас эти ветки. Раньше мы их загоняли полностью весь этот двор у себя, и потом, ну, боролись с ними. Який подальший шлях цих перероблений не хочет? Подальший шлях – отвозить, делать брюкет и передавать, передавать или продавать школам для отопления. Дробильная машина сама по себе, и питание будет больше. Мы же это понимаем, что сухого потребного достаточно серьезного инвестициям, и ее использование арендации не только тогда, когда есть споживание, продукция. Чтобы обеспечить споживание, нам нужно, по-перше, перевоплоднение, в основном, нашим котелям. По-другому, поставить вкладнение, чтобы обеспечить, переводить, регулировать, 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 в зависимости от того, как ей годы будет поставить. Только потом эта машина будет рентабельно. Просто ставить ее, чтобы она повела ректор энергию и перерабляла дилки до щепу – никакого сенсора я в зону не вижу. Для того, чтобы организовать производство дилек, которые вот это, это очень дорасстоящие, я тоже так же рассматривал этот вопрос. Минимальная цена установки по дроблению, высушки и рисованию в районе 100 тысяч евро – это минимальная цена на производство? По требам, что есть на сегодня, у нас в месте порча, для предпринимателях павлидов, и строительство и карманин этого атакования не будет. Просто будет так. Нема всего никакого сенсора. Похи не будет перевоплоднение, посидит. Игорь Михайлович, можно здорового забрать? Игорь Михайлович, нормально задавали. Игорь Михайлович, пожалуйста, у вас требуется слава 11,650 рублей. Игорь Михайлович, как вы планируете надзвучение, работа коммунального предприятия? Игорь Михайлович, вы представите, сели на 11,650 рублей в прибыли. В этом году. Раньше у нас было 200-300 гривен, а в этом году 11,6 тысяч гривен в прибыли. На сегодняшний день у нас есть заповязание старого, старого, это до моего прихода, на работу в предприятии. Предприятие всегда было убыточное. И на сегодняшний день у нас есть 100 тысяч непокрытых убытков. Это прошлый год. Вот уже за это время мы уже полсотни тысяч мы отбили. И отойдем и дальше. Вот это то, что было раньше. За время моей работы на должности предприятия директора предприятия у нас выход не было ни разу. Я скажу очень простую фразу, что работа предприятия коммунального КП «Болуський» имеет значения с позитивной динамикой, имеет значения с большим работой, но в результате уже не достижено. Вы используете к ним только по месту, или, может, вас замовляют? Я самовлял район, где мы зарабатывали кошки. Я вам хочу сказать за пример. Вот схептикам, где которые... Вот смотрите. Я маленький пример проведу вам. Маленький пример. Вот на этой площади свободной въезд в грузовые города там каждый год было лошадь и ямы, и канавы. Каждый год там два-три раза в год ложили асфальт. Асфальт вылетал. Мы этой машиной сделали в этом году, в апреле месяце, в апреле месяце, мы сделали эту площадку. Стоимость квадратного метра работы нашей машины два раза меньше, чем асфальт. Два раза меньше. Вот я вам скажу, что... И на сегодняшний день вы едете, где эти пломбы, как все находились, окрестили, они стоят, они не выпадают. Слава Богу. Так вот я вам говорю, что экономия в том плане, что на асфальтирование у нас уходило в два раза больше денег, и эти асфальтирование вылетало два раза-три раза от его плата. То есть вот какая у нас уже... Она вот так вот... Небольшая там экономия, но она есть. В этом городе экономия на том, что мы на сегодняшний день мы машиной сработали в городе 281 тысячи нам по объему финансов и где-то порядка 130 тысяч у нас сторонних организаций, которые мы заработали деньги. То есть спасибо депутатам за автомобиль. Я думаю, что если вы машину в этом году купили, а в следующем году нам купить еще что-то, то мы вам покажем, что ваши автомобили, ваши деньги не проходят просто там. Те деньги, которые вы положили в свое, это ваше предприятие, это не мое, я нанятый человек на работу, а это ваше предприятие, вы положили в свое предприятие, потому что у нас предприятие полное название КП «Благоустрый», «Автельский» и «Скорин Рады». Так что это официальное название во всех этих, это, что вы, вы собственники, так что вы делите деньги себе, себе, не мне, себе выделите. Вы же про заседание вратаетесь, да? Да, ну а, ну, я не знаю, я вам не знаю, я вам не знаю, я вам не знаю, там все могут обратиться. Доброе, еще тогда. Так, пропозиции за уважение, доброе решение будет? Да. Так, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Минута поставила. Матча, ты видишь, но, а, 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 надо обратиться, я обратиться, ну, а уже живой. Ну, а как бы давай? Бюджетна, бюджетна комиссия, а я не знал, 30, 30 тысяч, Давайте напишем, что на 2017 перебачено, что нужно разработать вашу логику, для того, чтобы его не было решено, нужно разработать вашу логику, надо же быстро представить. Взагалом, честно, я полностью поддерживаю вашу пропозицию, но моя, думаю, что это немного другая. Я считаю, что я считаю, что, я считаю, что, я считаю, что, я считаю, что не нужно давать там картофель, нужно давать в оплату. Они должны заработать деньги на ремонт своей базы и над расширением сферы послуг, над расширением в обществе производства, чтобы прибудок был не 11 тысяч, а хотя бы 110 тысяч прибудок. Тогда вопрос о ремонтах, обновлении материальной базы и компьютерах, и спецформи, и всего лишь что сдвинется автоматично. Но, тем не менее, пропозиция ваша, мы попробуем ее враховать при створении формирования фюджера на 2017 годах, и попробуем враховать. Так, вы уже деньги пропозиции не смогли, как это смогли улучшить. Добавить? Ну, если человек, в принципе, 5 лет, где есть приезды в области, я думаю, что надо ее больше. Если бы тут лучше будет рассматривать. Хорошо. Здорово, я вас просил. Здорово, я вас просил. Пропозиции до решений в обществе отсутствуют. Решение принято одноголосно. Только, пожалуйста, давайте разговариваем за уважением. Добрый день. Выправим название. Это решение не касается. Так, спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...